Наверное, они просто не ведают, что творят. К массовой травле докхантеры приступили сегодня. Детская площадка, повсюду розовые пятна. Это и есть предназначенная для собака трава. В первом деле, что вот подумали, увидели, что такое? Похож на марганцовку, может быть, краска какая-то, дети, может, рисуют что-то в новогодние праздники. Никак не думали, что это что-то такое опасное, особенно для детей. На детской площадке это вообще ужасно, конечно, что такое делают. Это я не знаю, люди. Ладно, они собак не любят, но детей-то за что? Уже несколько дней интернет пестрит сообщениями о том, что 20 января докхантеры во всей России будут убивать животных. Раскидывать отраву в парках, на дрессировочных площадках, у помоек. Не скрывается и способ ликвидации, как ненавистники животных называют свою акцию. Вещество из-за неозит при соединении с водой дает розовый оттенок. Больше всего поражает и жестокость, с какой якобы спасители людей от бродячих животных говорят о собаках. Из этических соображений мы не можем цитировать подобное высказывание. У них есть свои сайты у докхантеров. И они там информируют о том, что будет проходить акция до 31 января. Это массовая травля уличных собак, или как они их называют, болховозки. Ну, при всем при этом. У них раньше были другие методы, насколько я слышал. То есть там кусок еды какой-то, или мясо, или что-то с гвоздями внутри. От рук докхантеров страдают не только бродячие собаки, но и домашние любимцы. Розовым веществом они обливают места, где собаки ставят метки. По словам ветеринаров, если животное даже просто понюхает из-за неозит, препарат может остаться на носу, который собака тут же оближет. Чтобы наступило отравление, нужно совсем немного. Животное умирает быстро, мучительно, в судорогах от асфиксии, от удушья. Если не вызвать сразу рвоту животного, и не вести антидот, в частности, витамин В6, который блокирует именно этот препарат из-за неозит, он блокирует выработку витамина В6. Конечно, опасно для человека. Если, например, маленький ребенок играет в песочницу или где-то в снежный снег, лепя, он засунет варежку в рот, то точно такая же смертельная дозировка. Препарат из-за неозит означает людям больным туберкулезом. Сильно действующее вещество. Мы решили проверить, насколько просто можно приобрести из-за неозит. Объехали сразу несколько аптек в городе, и небольших, и крупных сетевых. Продажи его нигде нет. По словам фармацевта, одной из аптек, они его не заказывают уже много лет. Но когда их заказывали, то отпускали только по рецепту. Выводы делайте сами. Докхантеры хорошо подготовились. Ветеринары настоятельно рекомендуют собакозаводчикам в ближайшие дни выгуливать домашних животных только в намордниках, на коротком поводке. Если вы заметите у собаки недомогание, рвоту, судороги, нужно немедленно обратиться в ветклинику. Растворенный с водой из-за неозит ядом является в течение 8 часов. Под действием влажности или морозов вещество разрушается. То есть на следующие сутки эти розовые пятна будут не опасны. Тем не менее, настаивают ветеринары, будьте бдительны. Ксения Юрьевна, Ренат Бегбаев, Объективно, ННТВ.